По решению правительства теперь водителям запрещено находиться за рулем автобусов и грузовиков более 10 часов. Также каждые 4,5 часа они обязаны отдыхать от управления транспортным средством. В течение недели водители могут находиться за рулем не более 56 часов, а соблюдение всех требований должно контролироваться с помощью тахографа. Госсовет Татарстана одобрил новые ограничения для проведения митингов. Об этом сообщает издание «Коммерсант». В документе исключается прежняя формулировка о запрете акций возле зданий, занимаемых госорганами. Однако, значительно расширяется перечень мест, где собрания, шествия и демонстрации будут запрещены. В их число вошли территории физкультурно-оздоровительных и детских организаций. Территории, прилегающие к местам массового пребывания людей и другие. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею об отмене 13-процентного налога на доходы для россиян с низкими зарплатами. По ее словам, те, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, не должны с этой суммы платить НДФЛ. Отмечу, что сейчас в стране МРОД составляет 11 280 рублей. Татарстан признан лучшим регионом России по росту числа медицинских специалистов. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков. Прирост врачебных кадров в прошлом году составил 170 человек. Как отметил Марат Садыков, все сообщения о том, что обеспеченность врачами в Татарстане низкая, не соответствуют действительности. Во время зимних каникул в Татарстане будут работать 218 оздоровительных лагерей, в которых смогут отдохнуть более 9 тысяч детей. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фатахов. Стоимость путевок составит от 5 до 14 тысяч рублей и будет зависеть от программы и продолжительности смены. Кроме того, будут работать 198 пришкольных лагерей. Ключи от 28 новых автомобилей вручил сегодня президент Татарстана станции скорой медицинской помощи набережных Челнов. Торжественное мероприятие состоялось сегодня в Казани. В нем принял участие и мэр города Наиль Магдеев. Об этом сообщает пресс-служба исполкома. Всего представителям учреждений здравоохранения республики Рустам Мениханов вручил ключи от 50 автомобилей. В набережных Челнах утвержден окончательный список дворов, которые будут отремонтированы в 2020 году. Об этом сообщает издание Челны БИС со ссылкой на управление городского хозяйства и жизнеобеспечение населения. Планируется, что в следующем году в Челнах отремонтируют 312 придомовых территорий, больше всего в Автозаводском районе 120. Напомню, что полностью республиканскую программу по ремонту дворов планируют выполнить в течение трех лет.